сегодня нас ждет большое приключение пришло время чтобы перепрыгнуть через время поэтому смотрите учитесь действуйте так ребята собрался я домой ищу ежика и не могу найти получилось так что я работаю до 7 он работает до 6 вот этот конвейер который уже все ушли потом может быть и вам покажу не знаю когда но это сегодня просто первый день сейчас я приду домой вам все ребят расскажу а я забыл вам с вами поздороваться здравствуйте друзья с вами чеширский кот и еж наверное сейчас я его найду не могу понять где он вообще есть хожу ищу ежа свое рабочее место показать пока не могу покажу позже нормально у меня место отличное ребят приехали мы домой с ежиком да с кем еще нашел я ежик конечно же он меня не нашел ладно мы это пропустим это все дело сейчас только вышли из душа вон мокрые все и рассказываем вам так ребята работаем мы на заводе LG Electronics место у нас нормальное то есть все как бы говорят куда попадешь есть очень тяжелые места есть конвейерная работа и так далее он у меня место такое что вот панели от стиральных машин и нужно печатать на определенном там таком этот логотип потом вот это вот модель вот это вот шкала шерсть шелк там вот это и есть матрица ты вставляешь и печатаешь все автоматизировано настраиваешь компьютер специально и все потом может быть я вам покажу свое рабочее место коллектив у меня нормальные девчонки все отличные украина белоруссия нормальные все ежику тоже повезло он работает на складе расскажи что что ты делаешь запчастюльки выдает всякие там ручки крутилки работа у нас 12 часов воскресенье выходной довозит нас автобус специально от LG есть несколько таких как бы общежитий да и к каждому свой автобус да вот так но это вот мы рассказываем то что мы знаем то что мы узнали самый первый день то есть может быть потом еще будет какая-то дополнительная информация вы задавайте вопросы а кот будет узнавать потихонечку да вот зарплата почасовая 12 с чем-то злотых за час идет и как бы вот так посмотрим ребят мы с этого начнем свою жизнь в польше и потом посмотрим что будет дальше нужно же с чего-то начинать но я бы не сказала что это какая-то тяжелая работа грязная работа кстати вот нам выдали майки фирменные вот я в ней сейчас нахожусь я в ней работал она у меня абсолютно чистая руки меня тоже чистые то есть грязи никакой нет все цивильно цивилизованно нормально ну где у тебя на складе нету от вас там недалеко это где конвейер по всему заводу тянется внизу вот этот от начала до конца у них там барабаны вот это все у них тяжелая работа ребят на конвейере тяжелая работа там вообще очень сложно там перерывов почти нет там постоянно конвейер идет идет и не останавливается тяжелая работа мы можем выйти перекурить и там попить что-то там кофе да и ежик тоже может у нас четыре перерыва так в 9 10 у нас перерыв сколько 10 минут потом в 3 часа 15 минут и в 5 часов тоже 10 минут перерыв все и работаю я до 7 а ежик работает до пяти 5 часов 5 минут перерыв да 5 минут перерыв по моему 10 а если не помню на 10 что-то я не помню я может быть все все код поперепутал в самый первый день вот и еще хотим вам сказать что 7 дней дают на адаптацию мы подписали договор на один месяц то есть это специально так делается что люди некоторые вот те которые на тяжелых условиях и многие многим не нравится то есть они не просто переходят в другое место а вообще увольняются и поэтому дается 7 дней на адаптацию в это время можно уволиться без штрафа подойти и сказать я не хочу все меня не устраивает такая работа вот без уважительной причины прийти на работу нельзя будет штраф в 100 злотых уважительная причина если ты принес справку с поликлиники в поликлинику здесь нет проблем зайти и наверное взять справку правда же если ты заболел серьезно на самом деле или подписанное заявление от ветера то есть у тебя какая-то еще причина не по здоровью а что-то еще и вот ты пишешь такое заявление тебе подписывает это тоже будет уважительная причина почему ты не вышел на работу так дальше если ты хочешь уволиться после 7 дней этих ну вот если прошло эти 7 дней и ты работаешь там например два месяца три уже работаешь и ты решил уволиться нашел работу более полегче более получше там может быть по заплате может еще как то да и ты должен предупредить за две недели если ты этого не сделал уволился тебе будет штраф в 700 злотых ребят вот желайте нам удачи у нас сегодня первый день завтра будет уже второй и так далее если мы значит пройдем испытание это за месяц тогда нам продлевают уже до конца визы да наши новый договор оформляется до конца вот так ребят посмотрим что тут есть еще работы вообще в Польше говорят очень много поэтому ну с чего-то надо начинать да с вами был Чешир и ешь пока-пока задавайте вопросы мы будем потихонечку дополнять будем посмотреть на второй 3 2 1 2 2 3 4 2 5